У нас был юбилей, когда 15-летие, там же, в Крокус-Сити-Холл, а есть же, знаешь, люди, которых можно позвонить, сказать, там, там, у нас концерт, он говорит, да, где билет купить? Я говорю, там-то, да? А есть люди, которым вот нельзя говорить, что там заплатите за наш концерт, ну, там, мои, там, доктора, например, как я могу сказать доктору, там, которые мне почки смотрели, печень, да. Короче, я вот в прошлом юбилее истратил на билеты, на свои собственные билеты, ну, типа, 200 тысяч рублей. Кстати, вот интересно, насчет расходов на вообще деятельность профессиональную, как ты относишься к тезису, к тому, что артист никогда не должен выходить на сцену в том, в чем он ходит в жизни? Вот, ну, как у Кобзона, говорит, у меня вот есть концертный аутфит, как бы, вот только для сцены. В жизни, там, уже на банкет никогда не пойду. Как ты вообще, вот, на сцене? Да, да, я вот так вот, да, абсолютно верно. У меня весь гардероб, весь гардероб, вот, как в жизни, так и на сцене. Это, во-первых, во-вторых, как бы проект Иванушки так задумывался, такие, знаешь, ребята с нашего двора. Voice Next Door такие, да. Да, ребята с нашего двора, да. Да, да. Другое дело, что все какие-то там наши прикиды, они реально стильные, модные, то есть на высшем уровне, но по-пацански. Сами покупаете или... Сами. А вот, я, кстати, недавно в продюсеру зал, вопрос, прошу прощения, я покупаю пиджак за 2000 долларов, дай хотя бы какую-то там, я не знаю, копейку, что-то, вот, недавно. Да мне это раньше не доходило. Видать, наверное, кризис. Не знаю, это, я думаю, что подход, там, для покойного Юрия Шмельча из Шпица, это было ключевым, и он гардеробу своих... Насчет его, Давыдович Камзона, он настолько аристократичен, по сути, и вот, вот, прямо до мозга костей, он завтра, говорит, выходит в бабочке, чтобы ты знал, в бабочке и в пиджаке. В туннеле рассказывал, откуда ты? Есть кому рассказывать. Вот так вот, чтобы... Как, кстати, вот сейчас достаточно бурно обсуждается в соцсетях, там, что вот ему не дают возможность поехать, полечиться. Ну, в этом ничего хорошего нет, ну, человеку нужно лечение не в России, а в Азии. Понятно, что, конечно, у нас должны быть супер-врачи. Вот, сразу говорят, а что же вообще? Да, что же, да, а я до сих пор верю, кстати, я вообще, я патриот, там, прямо до мозга костей. Я лечу, я лечу, я лечу в России. Я хожу на обследование в России, я хожу, проверяю, там, не знаю, легкие, печень, почки, что еще, селезенку. Сыновение отправил. Да, в России, у меня дети... Как-то так, но, но, я понимаю, что иногда, иногда надо перебраться за бугор, чтобы тебе на иностранном языке сказали, что вот, кайна, помблева. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.